Ну что, вы готовы к сборам-то? Якут, мы скучаем по себе. Ну как ты там молодой? Ну все, мы на сбор погнали. Всем привет, друзья. Мы уже вторую неделю на сборах в Гоу-парк и мы продолжаем знакомство с командой. И так как у нас почти новый состав, мы у ребят узнаем, как они быстро приняли решение, когда им поступило предложение из команды ВВК МБА. Поехали. Так, пока Володя перетренировка кушает. Бананчики, все верно? Вот у меня был такой вопрос, Володя. Когда ты понял и получил предложение остаться еще на один год в МБА, гибель, твои чувства? Ну я сразу знал, что Витя тоже останется. Ты не знал. Я видел будущее. Я тоже видел будущее. Да, поэтому я понял, что мне тоже надо остаться. Серьезно? Да. Вот такой будет короткий ответ. Короткий такой, интересный. Ну спасибо тебе за это тогда. Ну обращайся. Да, обращайся. Ветераны молодежного спорта. Андрюха Малинин, да. Когда ты узнал, что будешь в Суперлиге уже играть и тренироваться, твои эмоции? Ну я очень всегда обрадовался, потому что я с самого начала уже Волгомба, я прошел дубу, молодежку и вот дошел до основной команды. Я был очень сильно счастлив, когда мне сказали, что ты будешь тренироваться полностью в Суперлигой и будешь за них играть. Я буду тоже очень счастлив, если ты будешь за нас хорошо играть, это точно. Давай. Ветеран молодежного спорта номер два. Ткач, ну расскажи, когда ты узнал, что будешь в Системе, останешься, что, 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 что твои мысли, мои мысли твои? А, мои мысли были, что я попаду в видеоблог Виктора Павленко. Нет, я очень сильно обрадовался этому, на то, что буду тренироваться и играть в Суперку. Ткач всю свою карьеру из спортшколы и вообще молодежную, играл на пятом номере, ну, центровой, там, четвертый, мощный форвард. Сейчас с первых тренировок ты полевым, третьим номером, что считаешь по этому поводу? Ну, считаю, что мне нужна такая же борода, как у тебя. Ты ее отращиваешь, когда я ее отращиваю. Ты думаешь, в этом смысл вообще легкого форварда? А в чем? Витян, я только проснулся, это Макар Коновалов. Макар, когда узнал, что попадешь в МБА, когда поступило предложение, долго думал, и вообще, как это все происходило? Сразу согласился. Ты мышь? Нет. Нет? Ну, на самом деле, несколько предложений было, и в МБА считаю, что самое такое для меня нормальное было. То есть, много игрового времени, как и персональный номер, поэтому сразу согласился. Как хорошо, что мы определились с основным первым номером сразу. Красава. Мы тоже очень рады тебя видеть. Ты лютый. Даня Касатко. Привет, брат. Салам. Опять он салам сказал. Моя жена сказала, обязательно им скажи, чтобы они не говорили салам алейте. Просто привет. Салам алейте. Не знаю, вот так вот. Слушай, когда тебе поступило предложение МБА, долго ты думал, и вообще, что об этом ты сам думаешь? Ну, так не особо долго, на самом деле. Мне сказали, что есть перспективы захода в АТБ через год. Поэтому, почему не залететь? Ты знал вот о нашей команде, об атмосфере? Да, да, у вас реабилитация жесткая, была семейные темы, культура, все дела. Тебе нравится это? Ну, тут пока немного другое, пока только ты остался, поэтому пока посмотрим свои уже распорядки на воде. Ну, вы, да, вы сами уже так чуть-чуть освоились, и это круто. Пират хоть? Конечно. Ну, самое главное. Давай, дочь тебе. Красава. Даня Кочергин. И у Макара уже спрашивал, он сказал, что она основная разыгрывающая, и я вообще крутой чувак. Когда тебе поступило предложение из МБА, долго ты думал, и как тебе в команде сейчас? Да, вообще особо не думал, в принципе. Ты хотел избежать из ЦСКА просто? Ну, нет, ну, не настолько, но принял сразу практически, потому что Москва все-таки. Москва в этом все делает? Да. Москва большая. Не, ну, как, предложения особо не было, пришлось выбрать МБА, и я как бы пока не жалуюсь. Все супер, в команде нравится. Ну, будешь жаловаться, Вася посредников на тебя сядет. Вася, пока ты разминаешься, стоя, когда-нибудь видели такое? Расскажи, как тебе в команде, и долго ты думал над предложением, когда тебе поступило? Поступило, подписал. Не думал вообще. Здравствуйте, привет, до свидания. Отличный выбор МБА. Хорошо. Слушай, как тебе команда? Отлично, у нас молодые игроки, молодая кровь. Будем показывать, кто способный. Да, скоро у нас будет экзамен такой, да, неплохой? Да, первого числа. Принципиальный соперник, можно сказать. Да, наш тренер ненавидит этот гербик ЦСКА, поэтому взял вас. Игорь Пакинко, ветеран молодежного спорта номер три. У моего влога теперь появилась армия рыжеволосых поклонников твоей семьи. Расскажи, когда ты узнал, что останешься в Суперлиге и в нашей команде, твои эмоции? Я узнал в этом летом, когда готовился к сезону. Вот, да, готовился. Ну, тебе видно, что ты можешь? Ну, я был приятно удивлен данной новости и понял, что надо готовиться еще усерднее. А теперь передавай привет всей своей большой семье. Значит, хочу передать привет маме, папе, которые точно посмотрят это видео. Брату обязательно. Также, да, я хочу передать привет самому брату, который посмотрит это видео, напишет приятный комментарий и распространит это везде. Также покажу это видео бабушке, дедушке. Они также заинтересованы. Распространяют это везде. Бабушка очень хорошо обладает интернетом и, значит, она сделает это видео еще популярнее. Обладает. Есть певец такой. Да, народный. Бабушка слушает? Покажу. Думаю, понравится. Тоже распространит, да? Распространит. Все, хорошо. Спасибо большое. Очень четкое интервью, как ты и есть, вообще сам четкий. Спасибо. Пока Шурук делает лунную походку. Я с вами еще его не знакомил, Влад Шарапов. Привет, мой друг. Всем привет. Да, вы его очень ждали. Спрашивали, где Шурук, где Шурук? Мы с ним сразу уже договорились, что у нас будет музыкальная пауза, а, угадай мелодию, обязательно рубрика, и сникер-шопинг. Потому что, если он покажет свою коллекцию кроссовок, вы охренеете вообще. Расскажи мне, когда ты у тебя поступила предложение от МБА, долго ты думал, и как тебе в команде? Ммм, честно, думал не очень долго, но, конечно, сначала пообщался с товарищами, с Максом Айки, Якутом. Вопрос для тупых. Где твоя шапка? Шапка у меня в рюкзаке. Спросил у него как организация. Он мне все четко рассказал, также с Андреем Катилевым поговорил. С теми ребятами, кто были вообще. Ну да, Андрюха, тоже тебе привет. С теми, все мне рассказали. Я был, честно, скажу так, приятно удивлен, потому что были только положительные отзывы. Поэтому, недолго думая, согласился. И пока что мне все очень нравится. Всем очень доволен. Спасибо тебе большое. Влад Шарапов будет один из самых таких интересных у нас игроков. Продолжаем мы, знакомимся. Владос, Владос, одиноков Влад. Мы с тобой уже в первой части нашего влога рассказали, что ты очень рад всему. И недолго думал над предложением NBA или NBA. Поэтому я тебя хочу спросить, ты колготки себе новой поменял? Ну, в добром уже получше. В добром уже получше? С одной дыркой, да? Всего одна, да. Слушай, ты растешь. Не, ну, просто понимаешь, что тот, кто за мячом не падает, у того лосины и не дырявый. Все поняли этот панч? У того дырявый лосины. То есть ты хастл-плеер? Получается. Красава. Ну, что ты можешь сказать о Владосе? Владос самый красивый, самый хороший, самый лучший. А теперь правду. Не, Влад хороший парень, добрый, отзывчивый. Влился в коллектив, как надо. Точно? Сто процентов. А покосить любит? Нет, он очень трудолюбивый и никогда не косит. Если будет температура 36,9, он пойдет на тренировку? Пойдет. А 36,6? Мой любимый игрок Серега клюет. Серега. Всем привет. Всем привет, да. Ты пользуешься, да? Да, конечно. Опять привет, Димашик. Когда ты узнала о предложении, чтобы больше ММВА, расскажу тебе свои эмоции, как ты будешь в команде? В команде все отлично, химия на высоте, все очень круто, игроки, все молодые, перспективные, будем дерзать. А я молодой, перспективный? Ты молодой, перспективный. А я душой молодой? Молодой всех, да? Да, я на Писюне огонь. Себя не похвалят? Вот ты красавчик. Спасибо. Еее. Этот Писюн хочет что-то сказать. Пап, я в телеке с днем рождения тебя. Надеюсь, Витек это не забудет ставить. А когда у меня рождение? У меня папа день рождения, именно 31 августа. Получается, мне сегодня надо выложить все? Получается, да. Скажи нормально. Пап, с днем рождения. Громче. Сильно люблю. Громче. Куда еще громче. Ну, скажи громче. С днем рождения, папа. Помаши. Молодец. С днем рождения, папа. Как зовут? Анатолий Васильевич. Анатолий Васильевич. Никита, нормальный пацан. Видно, что у вас с днем рождения. Анатолий Данцович. Анатолий Васильевич. Анатолий Васильевич. С днем рождения. Продолжение следует...